Это ЧП стало живой иллюстрацией того, что у огнеборцев не бывает праздников и выходных. Сегодня спасатели принимают поздравления с годовщиной образования пожарной службы. Эпицентром празднования стала Софийская площадь. Репортаж Артема Забралина. К своему 370-летию пожарные готовились основательно. Для главного шоу праздника, выставки техники, отреставрировали известный каждому новгородцу пожарный автонасос «Газ-АА». Он сошел с конвейера в 1937-м. В народе носил название просто «полуторка» из-за своего веса ровно в полторы тонны. Много лет он просто стоял возле одной из пожарных частей города. Теперь же исторический автомобиль на ходу. Мы ее сняли, отреставрировали, техническую часть восстановили, поставили на ход, двигатель отремонтировали. Она своим ходом. Как вы думаете, в том состоянии, в котором он сейчас находится, мог бы он на пожар съездить, поработать? Ну, нет. В данный момент, нет, конечно, не может. Если немножко ее еще подделать, чем мы и займемся после мероприятия, ну, в ближайшие месяцы, то, возможно, и сможет она пожар съездить. Кроме этого, пожарную технику с богатой историей привезли и из Старой Руссы, настолько отполированную, что в этих красных бортах можно увидеть собственное отражение. Конечно, не обошлось и без современной техники. Многие машины прибыли на парад прямо с боевого дежурства. Они не переставая тушат горящую траву на протяжении последних недель. Кульминацией праздника стал парад спасателей. А после самые выдающиеся сотрудники получили ведомственные награды. Даже в праздник спасатели сильно спешат, еще раз напоминая, что в их работе важна каждая секунда. Двух одинаковых дней в их службе не бывает, поэтому даже те, у кого позади десятки лет борьбы с огнем, признаются, к этой работе привыкнуть невозможно. Вы знаете, говорят, есть синдром профессионального выгорания, когда человек привыкает. Но к трагедии человеческой опасности привыкнуть невозможно. Единственное, что дает опыт, это, наверное, умение защитить себя и спасти других. Кроме этого, все гости праздника могли отведать горячие каши, приготовленные на полевой кухне. Здесь прямо у них на глазах, открывая ножом тушенку, спасатели готовили гречку, что за обе щеки уплетаются даже теми, кто, казалось бы, такую еду вообще не ест. Ну а после этого все желающие могли поближе ознакомиться с противопожарной экипировкой, надеть на себя полное обмундирование, взять в руки огнетушитель и представить, каково во всем этом тушить огонь. А после можно добавить к этому высоту. Здесь можно на собственной шкуре ощутить, каково это подниматься на пожарном подъемнике. По первым ощущениям, довольно медленно. История Великого Новгорода насчитывает множество страшных пожаров, ни один раз уничтожавших наш город практически полностью. Задача современных огнеборцев – не допустить повторения трагедий. Артем Забралин, Галузд Гивандян. Новости Новгородское областное телевидение.